Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите новости в эфире телеканала ТДК-42 в студии Сергея Уланова и в начале выпуска коротко о главном. Скандал в Астане. Студентов отчислили из медицинского вуза и завели на них уголовные дела. В Уральске старый асфальт пустят в дело. Он будет использоваться на подсыпке тех улиц, которые не имеют асфальтового покрытия. Об этом сообщили в городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог. Сотрудники торгово-развлекательных центров сдают экзамен по технике пожарной безопасности. Один из уроков поведения в случае ЧС Порошов ТРК Сити-Центр. Ректор медицинского университета Астана не был уволен. Об этом в интервью журналистам после завершения коллегии сообщил министр здравоохранения Елжан Бертанов. Напомним, проверка МОН выявила 117 поддельных сертификатов АЭЛС у студентов медвуза Астаны, что привело к громкому скандалу. Студентов отчислили и завели на них уголовные дела. К слову, отчисленные студенты медуниверситета Астана и их родители написали открытое письмо Министерству образования и представителям СМИ. Отчисленные студенты медвуза боятся, что скандал с подделкой документов поставит крест на их карьере. Кто же будет доверять доктору с уголовщиной, спрашивают студенты. Как нам рассказали студенты, просивших не называть их имена, мало того, что студентов отчислили. Теперь они заплатят штраф, на них завели уголовную статью, плюс они должны будут выплатить компенсацию за обучение и за стипендию. Те, кто проучился год, это около полутора миллиона тенге. Те, кто два, около трех миллионов тенге. Откуда у нас такие деньги, спрашивает отчисленная студентка. Куда смотрела приемная комиссия раньше? До этого надо было такие проверки проводить. Мне сообщили о том, что сертификаты поддельные, когда я родила и искала работу. Как я теперь буду оплачивать пять миллионов тенге, если их повесят на меня? Отчисленные студенты написали открытое письмо Министерству образования и представителям СМИ. Они считают, что вуз сейчас старается обелить себя и не думает о судьбе студентов. Про ректор университета и комиссия, занимающиеся вопросами зачисления, сфабриковали дело таким образом, якобы все разбирательство началось именно с их подачи, а не по жалоби, пишут студенты. Конечно, это было для нас очень неожиданно, потому что таких фактов у нас ранее никогда не было. Среди чем я создал рабочую комиссию из числа преподавателей, с тем, чтобы выяснили, просмотрели еще раз документы и выяснили, насколько эта информация соответствует действительности. В ходе работы нашей рабочей комиссии, еще раз хочу акцентировать ваше внимание на том, что это была сугубо наша инициатива. Отчисленные студенты спрашивают, где же вуз был раньше. Руководству вуза наплевать на судьбы более чем 100 человек, которые станут по их вине уголовными преступниками, говорится в письме. А министр Бертанов считает, что в любом случае со студентов будут требовать английский. Давайте будем реалистами, скажем так, владение иностранного языка, английского языка сейчас требуется во многих сферах. И ожидать то, что за короткий промежуток времени все врачи наши начнутся вводно читать и говорить на английском языке, это очень сложно. Поэтому это требование введено не вчера, это требование введено уже достаточно давно. Но и большинство людей, которые сейчас учатся, они в достаточной степени хорошо владеют английским языком. Мы это видим. И, скажем, в профессиональной части, ну, скажем, практиковать они могут. Работать здесь, в Казахстане, в сельских регионах, в городе. Но если говорить о уже профессиональном дальнейшем развитии, получении узкой специальности, ученой степени, безусловно, это обязательные требования. Поэтому здесь наша позиция достаточно жесткая. Сообщается, что полиция Астаны уже установила подозреваемых в сбытии фальшивых сертификатов IELTS. На них уже заведено два уголовных дела. Боуржан Шайхмед Ахмедяр Ильясов, телеканал ТДК-42 из Астаны. В Министерстве здравоохранения подготовили ряд нестандартных мер для популяризации здорового питания. Представляя план, вице-министр здравоохранения Алексей Цой отметил, что он состоит из восьми направлений и 72 мероприятий. Планируется внести дополнение в проект кодекса о здоровье народа и системе здравоохранения. В части ограничение рекламы пищевых продуктов с высоким содержанием сахара, трансжиров и соли. Бюджет здравоохранения составляет порядка триллиона тенге. Из них 95% используются на лечение и диагностику, а на профилактику всего лишь 3%. К слову, в странах ОЭСР этот показатель достигает 20%, сказал министр Бертанов. Поэтому стоит задача поменять затраты с лечения на профилактику. Но поскольку бюджет всегда маленький, пока медики требуют запретить рекламу вредных продуктов, как это делается в развитых странах. Так в Финляндии с 2010 года внедрён налог на сладости, алкоголь и запрет на ввоз продуктов с высоким содержанием соли и солений. В результате по итогам 7 лет уровень неинфекционной заболеваемости снизился на 80% и продолжительность жизни в сравнении с 1980 годом выросла на 10 лет. В структуре Миздраво и Управлении здравоохранения Астаны и Алматы и областей сформированы структурные подразделения, осуществляющие реализацию политики охраны общественного здоровья. Именно их работу раскритиковал министр здравоохранения. Напомню, медицинская общественность Казахстана запустила в Facebook и WhatsApp опрос населения с целью выявления злободневных проблем системы здравоохранения. Вы привыкли тратить деньги на какие-то буклеты, печатные материалы, которые никому уже не нужны, не интересны. Ну, скажем так, та адресная группа, которая нам нужна, это молодежь, родители детей, молодежь, которые еще здоровы, которых мы хотим их здоровье укреплять и так далее, они, так сказать, сейчас другими источниками информации. Как признавался сам министр, в Казахстане сложилась такая ситуация, что у нас в системе здравоохранения нет службы, которая занималась бы профилактикой заболеваний и укреплением здоровья всего общества. Эти функции ранее принадлежали санитарно-эпидемиологической службе, но она трансформировалась в службу защиты прав потребителей и была вовсе выведена из системы здравоохранения. Видимо, поэтому министр Бертанов передал жалобы бизнеса Марии Умаровой, директору Центра гигиены и эпидемиологии Алматы. Очень многие бизнесмены жалуются, что санпины устарели и, скажем так, приводят к дополнительным затратам. Вместе с тем, санитарные правила и нормы – это очень важный инструмент обеспечения здоровья населения и, в первую очередь, детей. Конечно, легко сказать, что вы там не работаете и так далее. Я не вашу критику. Я говорю о критике в Адрескозе. И в результате мы остались без финансирования. Можно было бы у одного источника, тем более через республиканскую бюджетную комиссию мы прошли на 2017, 2018, 2019 год. И сейчас, кроме того, базового финансирования. Сейчас вообще и базового финансирования у нас нет. Но я думаю, что позиция такая не совсем правильная, что, как говорится, классическая фраза сантехника, тут надо систему всю менять. То есть нужно отрабатывать, у вас есть заместители, должны приходить. Если бы я, может быть, этот вопрос не задал бы, может быть, этот вопрос и не поднялся бы. Но и это еще не все. С каждым годом медицинские услуги у нас становятся все дороже, сообщили на коллегии. И это приводит к бедности населения. Медики заявляют, что повышают цены не просто так, а исключительно потому, что им нужно оплачивать коммунальные услуги и зарплату тем же сотрудникам, которым из бюджета она не положена. И главное, нужно покупать новое оборудование для клиник. Сотрудники торгово-развлекательных центров сдают экзамен по технике пожарной безопасности. Перед сдачей экзамена с ними проводят инструктаж с участием представителей департамента ЧС и специального учебного центра. Один из уроков пожарной безопасности прошел в ТРК «Сити-центр». Там на теории и практике продемонстрировали, как вести себя в чрезвычайной ситуации. После страшного пожара в Кемерово о безопасности посетителей крупных объектов задумывались не только в России, но и в Казахстане. Во всех крупных торговых центрах прошла проверка. В Уральске администрация торгово-развлекательного комплекса «Сити-центр» организовала для своих сотрудников инструктаж по технике безопасности. Комиссия в составе специалистов департамента ЧС и специального учебного центра продемонстрировали фильм и рассказали, как вести себя в случае пожара. То, как усвоили информацию слушатели, члены комиссии проверят в ходе экзамена. Экзамен это уже согласно учебной программе определяется. Там на каждую должность, как я уже говорил, определенное количество должно быть пройти обучение. После этого уже экзамен, в принципе, все то, что проходили по программе, ничего лишнего нет. Собравшиеся смогли применить знания на практике. Специалисты наглядно объяснили, как пользоваться огнетушителем. Очага подвергается, освобождается рычаг. Шланг направляется в очаг пожара. Полтора, один полтора метра. Вот очага. И нажимается на рычаг. После сдачи экзамена его участники получат удостоверение, свидетельствующее об осведомленности о правилах поведения при пожаре. Представители комиссии отметили, что подобный инструктаж должен проводиться на всех крупных объектах с большой проходимостью и количеством сотрудников. Марина Горбук, Ербова Аманшина, Рустам Джумашев, ТДК-42. В Западноказахстанской области предприниматели обращаются с жалобами на представителей государственных органов. В первую очередь нарушение прав идет в сфере земельных отношений. Далее налоговая служба ИСС. Общая сумма защищенных имущественных прав за прошлый год составляет порядка 50 миллионов тенге. За первый квартал текущего года по линии защиты бизнеса рассмотрено 71 письменное обращение. Из них положительно решено 30. Сумма защищенных имущественных прав составила 107 миллионов тенге. Один из громких инцидентов произошел в городе Аксай, когда Аким Горда сначала подписал право собственности на земельный участок, но потом изменил свое решение. Суд посчитал данные меры необоснованными. Аким Горда Аксай, получается, выдал разрешение на получение земельного участка, но потом поменял, отозвал ему земельный участок, но предоставил другой. Соответственно, тот, который получил на участок взамен, не удовлетворил индивидуального предпринимателя, и он обратился с жалобой на действие. Он также обращался к нам за разъяснением. И в конечном итоге он у нас на сегодняшний день решением суда, то есть решением суда, экономического суда, признал решение Акима незаконным. То есть, получается, он как бы отменил данное решение. В Уральске двое полицейских получили травмы в результате автодорожной аварии. Она произошла около 9 часов утра на улице Доповская. Столкнулись два автомобиля Renault Sander Stapway и Volkswagen Passat. На место ДТП сразу же прибыли сотрудники полиции и станции скорой медицинской помощи. Авария произошла около 9 утра на улице Доповская. Как стало известно, за рулем автомобиля Volkswagen Passat находился полицейский. Он также получил ранение. Сейчас на месте работает следственная группа. В автомобиле Volkswagen Passat сработали обе подушки безопасности. Но, тем не менее, женщина, находящаяся на переднем сидении, серьезно пострадала. Водитель автомобиля Renault Sander Stapway не стал отрицать того, что она не справилась с управлением, выехав на встречную полосу. Я ехала на машине Renault. Мне навстречу вылетела машина. Она меня подрезала. Я от нее ушла в ту сторону. В той стороне на грязи меня занесло и вынесло в эту сторону, в эту машину. Сотрудники станции скорой медицинской помощи сразу же стали оказывать помощь пострадавшим. Все они были доставлены в областную клиническую больницу. Полицейские отметили, что они ехали в сторону городского управления внутренних дел, возвращаясь с ночного дежурства. По данному факту проводится досудебное расследование. Сегодня, 27 апреля, возле автомойки по улице Доповской, произошло ДТП, столкновение двух автомобилей, в результате которого пострадало три человека. Это женщина 1987 года рождения и двое мужчин 1974 и 1977 годов рождения. Все они с различными травмами доставлены в хирургическое отделение областной клинической больницы. Позже в управлении здравоохранения уточнили, что женщина-пассажир получила закрытый перелом костей предплечья. У одного из полицейских диагностирован перелом костей голени. У второго закрытая черепно-мозговая травма. Роман Копняев, Айбладжигепар, Александр Грабарев, ТДК-42. Далее в выпуске мы представим вашему вниманию не менее интересные события в специальном видеообзоре. Водитель сгорел заживо в машине в Кустанайской области. Как сообщили в пресс-службе ДВД, по факту ДТП проводится досудебное расследование. Авария произошла на трассе Кустанай-Узунколь. Мужчина 33-х лет управлял автомобилем Деонексе. Не справившись с рулевым управлением, он допустил столкновение с недействующим зданием. В результате столкновения произошло возгорание автомашины. Водитель скончался на месте происшествия. С 1 мая казахстанские ветераны смогут бесплатно ездить по СНГ. Акция проводится до конца года. Согласно условиям акции, ветеранам Великой Отечественной войны предоставляется возможность проезда по всем направлениям, осуществляемым АО «Пассажирские перевозки» в пределах Республики Казахстана и стран СНГ. Участникам и инвалидам Великой Отечественной войны выделяются места в купейных вагонах поездов всех категорий. Кроме того, в поездах АО «Пассажирские перевозки» участникам Великой Отечественной войны будет предоставлено бесплатное питание к пути следования туда и обратно. В Уральске старый асфальт пустят в дело. В городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог составили специальный план. Предусмотрено на 20 улицах осуществить подсыпку инертного материала. Это поможет обеспечить нормальный проезд на дорогах, где нет асфальтового покрытия. В этом году в Уральске запланировано привезти в порядок 50 улиц. На эти цели направлено более 6 миллиардов тенге. Работа закипела сразу же после наступления теплой погоды. Несколько автомобильных дорог начнут ремонтировать в течение ближайшей недели. Начаты ремонтные работы по улице Актюбинская, Январцевская, Абдирово в районе местокомбината. Ведутся также работы по улице Тайманово и 44-й школы. Также был составлен план по отсыпке улиц с фрезерованным материалом. Из 20 улиц было отсыпано 8 улиц. Это улица Нижняя, Молдогулова, Егизбаева, Куличёва, Молдавская, Школьная, Иманово и Лесозащитная. Что такое отсыпка фрезерованных материалов можно увидеть на примере улицы Нижняя. Она расположена неподалеку от улиц Петровского и до Паская. В прошлом году на эту дорогу пришлась большая нагрузка. Во время ремонта улицы Ды Паская. В этом году навозили нам, ну еще не разровняли. Но будем, наверное, надеяться, что лучше. Потому что мост закроют, опять здесь все машины и автобусы будут ездить. И нам здесь, ну, если, конечно, сделают, проградируют, то хорошо будет. Более-менее, конечно. А то, что, ничего ж, о прошлом году они и жалуют. Ну, нам тоже... Колея была, грязь, да? Ой, это пылище. Пылище столбом. Вы даже не представляете, что было. Также дорожники сообщили, что в ближайшее время будут перекрыты еще несколько улиц. Из-за этого изменятся маршруты движения пассажирских автобусов. С 28 апреля по 13 мая 2018 года в рамках проекта реконструкции тепловой магистрали номер 7 по улице Массина при пересечении дороги Чурина и Фурмана подъездная дорога к школе номер 7 будет закрыта. Далее с 27 апреля по 30 апреля 2018 года в рамках проекта капитального ремонта ПДП-1 подъездная дорога к ПДП-1 будет закрыта. Косни в порядок обещают привезти 37 километров автомобильных дорог в областном центре. Роман Копняев, Айбула Джигипара, Александр Грабарев, ТДК-42. Вакцины действуют. По таким лозунгам в области проходит неделя европейской иммунизации. Как отмечают санэпидемиологи, все вакцины, применяемые в Казахстане, проходят многоэтапную проверку. Вакцинация проводится против 21 заболевания. Благодаря прививкам в области не регистрируются такие заболевания, как корь, столбняк, полиомиелит, дифтерия. Но все же часть населения попадает в группу риска. Это те, кто отказывается от прививок. В Западно-Казахстанской области насчитывается порядка тысячи отказников. В первом квартале 2018 года уже зарегистрировано 60 случаев отказов от прививок родителей. Основная причина отказов родителей – это религиозные убеждения. Цель неделя иммунизации – это как можно больше информировать людей о значимости вакцинации, о безопасности вакцинации. И что именно вакцинация помогает в борьбе с различными инфекционными заболеваниями. Продавцов меховых изделий обяжут реализовывать товар с маркировкой. В Казахстане запущен пилотный проект, в рамках которого бизнесмены обязаны реализовывать изделия из натурального меха исключительно при наличии маркировки. Маркировка должна содержать сведения о стороне производителя товара, его составе, цвете и правилах использования изделия. В скором времени положение вступит в законную силу. Пока же новшества продавцам разъясняют специалисты управления государственных доходов. Маркировку должны иметь все изделия из меха, за исключением одежды, где мех выполняет функцию отделки перчаток, рукавиц, головных уборов. Не подлежат маркировке меховые изделия, возимые лицами для личного пользования. Целем маркировки является для потребителей от обеспечения подробной информации о приобретаемом товаре, для предпринимателей выравниваемых конкурентных услугах, введения бизнеса, защита рынка от нелегальной продукции и соблюдения прав на интеллектуальную собственность. Соответственно, для государства это сокращение объема теневой экономики и увеличение поступления налогов в бюджет. Вуральский юрист обвинил группу педагогов в клевете. Дело начал рассматривать городской суд. Шакер Суганбердин просит привлечь к ответственности группу педагогов и заместителя руководителя отдела образования Уральска Батику Пайдину. По его словам, они оклеветали его, написав обращение с просьбой выдворить за пределы Казахстана, якобы за разжигание социальной розни. Осенью 2017 года юрист выступил с обращением, с просьбой о введении моратория на новые учебники по русскому языку для пятых и седьмых классов, считая их недоработанными. Его обращение подписали несколько сотен родителей, но группа уральских педагогов написала обращение в полицию и прокуратуру с просьбой привлечь активиста к ответственности. Педагоги, которые организованно написали заявление в прокуратуру и в полицию о том, что Суганбердин вмешивается в учебный процесс, дискредитирует систему образования, разжигает социальную рознь между родителями и педагогами, пытаясь лоббировать интересы Российской Федерации, требует отказаться от казахстанских учебников и обучать детей по российским учебникам и требует с требованием в виде наказания лишить его вида на жительство и выдвориться страной. В данный момент уголовное дело по обвинению Шакира Суганбердина прекращено за отсутствие состава преступления. Но осадок у юриста остался. Поэтому он и подал в суд на педагогов. Цель такая, чтобы люди, которые подписали это заявление, чтобы они были публично выявлены на свет, чтобы родители, которые поддержали нас и общество поддержало нас, увидело этих людей, которые, на мой взгляд, сделали очень порядочный поступок. Главное судебное разбирательство по иску Суганбердин назначено на 3 мая. В городском отделе образования отказались от интервью. Заместитель руководителя отдела Батика Пайдина заявил, что даст комментарии только после окончания судебного процесса. В любом случае, точку в этом деле должен поставить суд. Роман Копняев, Айбулат ЖГПР, Александр Грабарев, ТДК-42. Общегородской выпускной вечер в этом году по традиции состоится на площади Абая. Об этом сообщили в городском отделе образования. Итоговые выпускные экзамены для 9-10 классов пройдут с 28 мая по 8 июня. Государственные выпускные экзамены с 29 мая по 30 июня. Для 11 и 12 классов экзамены начнутся 29 мая и продлятся до 9 июня. Ежегодный выпускной вечер, согласно приказу Министерства образования, единый день выбран. Это 15 июня. В этом году выпускной пройдет в честь 20-летия Астаны. Тема обозначена. Все выпускные мероприятия пройдут на территории школы. То есть торжественное вручение аттестатов. И ежегодный бал выпускников 15 июня тоже сейчас в процессе рассматривания. То есть предложение у нас есть. И 15 июня ежегодный бал на площади состоится. Чиновники Западно-Казахстанской области охотно становятся донорами. 15 сотрудников Департамента агентства по делам государственной службы и противодействия коррупции добровольно сдали кровь для нуждающихся пациентов. Акция проводится по инициативе госслужащих. Донорство входит в список добрых дел, совершаемых сотрудниками агентства в преддверии 20-летия государственной структуры. Каждый гражданин должен заниматься такими. Госслужащие, как самые активные представители общества в первых рядах таких начинаний. Уважаемые телезрители, на этом наш выпуск подошел к концу. Ищите нас в социальных сетях и на сайте tdk42.kz. Спасибо за внимание. До встречи в следующих выпусках. СПОНСОР ПРОГНОЗО ПОГОДЫ СПОНСОР ПОГОДЫ Продажа и установка вертикальных и горизонтальных жалюзи. Ролл-шоры, мультивактурные жалюзи, горизонтальные жалюзи из бамбука или дерева. Фотожалюзи, сюжетные жалюзи с фотопечатью. Продажа и установка натяжных потолков. Матовые натяжные потолки, сатиновые и глянцевые натяжные потолки. Потолки с фотопечатью. Ширина полотна до 5,5 метров. Ролл-шоры, мультивактурные жалюзи.